Музыка Вашему вниманию представляется сеанс ЮМЭХО терапии, выполненный преподавателем массажа и мануальной терапии Кисловодского базового медицинского колледжа Трегубов Валерий Иванович. На базе салона красоты ЕЛАС ВИЗИТ с города ЕЛАБУГИ с любезного разрешения его директора Рохорова Сергея Анатольевича и администратора Соловьевой Ларисы Виловны. ЮМЭХО терапия представляет собой органичный сплав приемов классического массажа, традиционной восточной акупрессуры и элементов западной хиропрактики. ЮМЭХО терапия была создана директором Токийского института превентивной медицины Сайонжи Масаюки и стала широко известна в мире профессионального массажа и мануальной медицины. ЮМЭХО терапия – не застывший метод, она находится в постоянном развитии и совершенствовании. Работая более 10 лет преподавателем массажа и более 15 лет врачом мануальной терапии, убеждаешься в действенности комплексного подхода в лечении мануальными методами. Буду рад, если техника ЮМЭХО диагностики и терапии, как одной из разновидностей восточного массажа в нашем исполнении, окажется вам полезна. Диагностика в ЮМЭХО терапии начинается в положении пациента лежа на спине, оцениваем двумя приемами длину голени, выполняя это движение одной рукой, и длину бедер, оцениваем положение длины бедер, справа и слева. Следующий прием – оценка длины нижних конечностей. Производится натяжение в положении лежа на животе, натяжение обеих нижних конечностей. По положению больших пальцев массажиста видна разница в длине нижних конечностей. Следующий прием – оценка симметричности подъекодичных спадок. Устанавливаются большие пальчики в проекции подъебиодичных спадок с обеих сторон, оценивается симметричность этих спадок. Следующий прием – симметричность длины воздушных костей. Производится аналогично предыдущему приему. Следующий прием – оценка симметричности лопаток. Производится в том же положении предыдущим способом. Исследование положения остистых отростков и состояния параллоктебральной мускулатуры. Производится вторым, третьим, четвертым пальцем одной руки сверху вниз от седьмого шейного позвонка до уровня крестца и кунчика. Исследование может осуществляться как на теле непосредственно, так и через ткань, причем ткань должна быть в этом случае натянута. Подготовительный массаж – разминание трапеции с участием двух больших пальцев. Движение пальцев производится под углом следующим образом. Раз, 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 раз. Всего выполняется 10 движений. Пальцы не сгибаются. Следующий прием – надавливание большим пальцем паравертебрально. Левой рукой фиксируем теменную область. Большим пальцем правой руки производим надавливание в пяти точках, начиная от затылочного бугра до седьмого шейного. Три, четыре, пять. И третий раз. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий прием – полудлинные смещения большим пальцем. Левой рукой фиксируем теменную область. Правым большим пальчиком производим пять смещений, надавливание со смещением от затылка до седьмого шейного позвонка. Два, три, четыре, пять. И последний раз. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий прием – надавливание вдоль позвоночника. Левой рукой, большим пальцем левой руки. Производится аналогично тому, что сделано слева. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И следующий прием – полудлинные смещения. Выполняется аналогично другой стороне. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И последний раз. Два, три, четыре, пять. Следующий прием – правление суставов головы и шеи. Производится укладка рук. Второй, третий пальцы левой руки укладываются на угол нижней челюсти. Большой палец левой руки расположен над седьмым шейным позвонком. Предплечьем левой руки прижимается плечевой сустав к корпусу массажиста. Правая рука уложена на лицо, обходя ухо. Производится несколько движений круговых. Правление суставов. То же самое осуществляется в противоположном направлении. Раз, два, три, четыре, задержка. Правление. Следующий прием – правление суставов верхнегрудного отдела. Выполняется положение рук пациента, сцепленными за головой. Руки массажиста поверх рук пациента. Предплечье плотно прижаты к корпусу пациента. Производится движение вперед. Четыре движения, три, четыре. Преднабрежение на себя. Правление суставов осуществленных. Следующий прием – правление среднединижнегрудного отдела позвоночника. Выполняется коленями в шести точках однократно. Следующий прием – управление суставов поясничного отдела позвоночника. Одной ногой фиксируем таз, другой – правое ведро пациента. Доводим до преднабрежения, последующая ротация влево. Возвращаем пациента. Следующий прием – придание гибкости коленным суставам. Прием выполняется в положении лежа пациента на животе. Стопы фиксированы первым-третьим пальцами в области плюсних фаланговых сочленений. Производится приведение пяточной кости гигантичным областям. Обратным движением производится вправление суставов пальцев. Следующий прием – обработка крестца надавливанием и растиранием. Производится положение пациента лежа на животе. Ноги расположены, ротированы стопой внутрь, слегка разведены. Массажист садится верхом, таким образом в области бережа. Располагаются руки у основания крестцового треугольника. Пальцы выпрямлены, производится движение вверх. И затем довольно резкое движение вниз. Пять движений. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. И последний раз. Пять точек трижды. Следующий прием – балансировка гигантичных мышц. Выполняется надавливанием с глубоким разминанием, основанием ладони, при помощи выпрямленной руки корпусом массажиста. Выполняется десять движений под гребнем подвздошной кости. раз, 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 раз. Из другой стороны также выполняется десять движений. Раз, 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 раз. Следующий прием. Обработка напрягателя широкой фасции бедра справа выполняется прямыми большими пальцами обеих рук массажиста. Движение производится от гребня подвздошной кости в направлении большого вертела. Всего производится 5 надавливаний. Трижды. И последний раз. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий прием. Обработка ягодичных мышц дугообразными движениями. Начинается с места инъекции, то есть наружный верхний квадрат ягодицы. Затем идет линия воздействия верхушки крестца. Движение производится двумя прямыми большими пальцами. Всего проводится 5 движений. Трижды. Раз, два, три, четыре, пять. И еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий прием. Акупрессура точки Чен-Фу. Это 36-я точка меридиана мочевого пузыря. Располагается в центре подъягодичной складки. Прием производится большим пальцем. Одноименность данной ногой правой руки. Отягощение производится вторым-третьим пальчиком левой руки. Движение производится изнутри к наружу. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть производится 10 движений однократно. Следующий прием. Надавливание и разминание задней мышц задней поверхности бедра. По трем линиям. Средняя линия, медиальная линия, латеральная линия. Разминание производится двумя большими пальцами с отягощением. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь движений дважды на каждой линии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Медиальная линия, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И точно так же латеральная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По всем трем линиям движения выполняются в восьми точках по два раза. Следующий прием – штрихование нижней трети задней поверхности бедра. Для выполнения этого приема фиксируем брюки, коленями, голени пациента. Располагаем пальцы, согнутые большие пальцы обеих рук, начиная с медиальной стороны, нижней трети бедра. И производим восемь движений однократно. Следующий прием – надавливание в подколенной ямке. Выполняется прямыми большими пальцами с отягощениями, начиная с медиальной стороны. Четыре надавливания дважды. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующий прием – надавливание с вибрацией в точке сороковой меридиана мочевого пузыря. Вэйчжун. Надавливание с вибрацией в 10 секунд. Следующий прием – надавливание с разминанием в области средней линии задней поверхности колени. Выполняется восемь движений дважды до пяточной кости. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий прием – надавливание и разминание медиального и латерального краев голени. Производится восемь движений дважды по каждому из краев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последнее движение – около пяточной кости. Еще разок. Раз, палец прямой большой. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Точно так же латеральный край. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий прием – придание гибкости ахилловому сухожилию. Выполняется большим и согнутым указательным пальцем. Другая рука поддерживает под тыльный свод стопы. Производится движение на себя. Шесть движений. Четыре, пять, шесть. Этот прием можно выполнить и по-другому. Одна рука располагается под серединой голени передней поверхности. Другая рука основанием ладони упирается в пяточную кость. Производится пружинящее движение диагонально, противовстречно. Раз, 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 раз. Всего шесть движений. Левая нога обрабатывается в аналогичной последовательности таким же образом, как и правая. Следующий прием – придание гибкости икроножным мышцам. Производится основаниями обеих ладоней выпрямленных рук массажиста. Двойными движениями. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре. Всего происходится четыре надавливания сверху вниз в пределах икроножной мышцы дважды. Раз, два, три, четыре. Следующий прием – придание гибкости ахилловым сухожилиям. Выполняется аналогично предыдущему приему. Место приложения ахиллового сухожилия. Две точки дважды надавливаются. Раз, раз, два, два. Еще раз. Раз, два. Следующий прием – вправление пяточной кости. Руки. Производят движения. Кругообразные пяточная кость в середине ладони. Четыре движения синхронно обеими руками. Затем преднапряжение и толчок кнаружи. Следующий прием – апупрессура области подошвы. Выполняется под трем линиям подошвы. Медиальной, срединной и латеральной. Прямыми большими пальчиками, подушками, подушечками. Семь надавливания дважды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По средней линии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Латеральная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующий прием – апупрессура области биологически активной точки. Юн Цуань. Первая точка меридиана почек. В центре подошвы производится надавливание большими пальцами с вибрацией 10 секунд. Следующий прием – укрепление поперечного свода стопы. Движение выполняется проксимальными фалангами согнутых кулаки пальцев рук. Движение осуществляется начиная изнутри к наружу. Всего производится два движения. Раз, два. Повторяется дважды. Раз, два. Следующий прием – балансировка мышц задней группы бедра. Производится надавливанием стопой в четырех точках. При этом рука производит валяние мышц голени. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три, четыре. То же самое производится с другой стороны. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре. Затем устанавливается одна нога в левую подколебную емку, другая – в правую. Производится придание гибкости коленным суставам и передней группе мышц голени. Далее доводим пяточки до ягодичных мышц. Обратным ходом производим резонансное подряхивание мышц голени и вправление пальцев стопы. Далее производим выпрямление нижней конечности пациента и укладка в исходное положение. Следующий прием – обработка трапециевидной мышцы надавливанием и разминанием. Выполняется двумя большими пальчиками, которые располагают, идут по дугам в этом направлении. И раз, 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 раз. Всего выполняется десять движений. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием – надавливание с разминанием паравертебральных групп мышц. Выполняется прямыми большими пальцами между концами пальцев расстояние на величину остистых отростков. Выполняется пятнадцать движений от седьмого шейного позвонка до основания крестцового треугольника. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Следующий прием – мобилизация подвздошных костей в разгибании. Выполняется основаниями ладоней двух рук, установленных на древних подвздошных костей. Производится восемь двойных движений. И раз, 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 в одном месте. Раз, 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 пять, шесть, семь, восемь. Следующий прием – обработка трапециевидной мышцы, широчайшей мышцы с выходом на лопатку и плечо. Выполняется двойным движением обеих рук. Раз, 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 раз. Всего восемь движений. Раз, 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 раз. Следующий прием – обработка паравертебральных мышц слева, большим пальцем, с отягощением основания другой руки. Палец выпрямлен, подушечкой производится следующее движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. До основания крестцового треугольника. Прием выполняется дважды. Следующий прием – обработка подвздошной кости, гребня подвздошной кости, большим пальцем, с отягощением основания другой руки. Производится аналогично предыдущему приему в восьми точках, однократно. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий прием – придание гибкости крестцово-остистой мышцы, прикрепляющейся к гребню подвздошной кости. Выполняется прямым большим пальцем у места соединения подвздошной кости, гребня подвздошной кости и позваночника в уголочке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выполняется десять движений однократно. Правая сторона грудной клетки и поясничного отдела обрабатывается аналогичным образом. Следующий прием – обработка мышц шеи. Выполняется смещением и надавливанием большим пальцем правой руки, слева – полудлинные движения. Четыре, пять. Пять точек дважды. Три, четыре, пять. Затем с этой же стороны производится длинное смещение. Также в пяти точках дважды. Три, четыре, пять. Большим пальчиком пытаемся захватить грудиноключично со сцениваемую мышцу. Четыре, пять. Аналогичным образом производится движение справа. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И длинные движения. Два, три, четыре, пять. Еще разок. Два, три, четыре, пять. Следующий прием – вправление шейного отдела позвоночника. Выполняется руками, установленными накрест, основаниями рук противовстречно. Одна рука укладывается на область лопатки и жестко фиксирует последнюю. Другая рука укладывается на область уха. И после раскачивающих движений по диагонали производится вправление шейного отдела. Аналогичным образом работаем и с другой стороны. Рука затылочной ямки. Здесь производится движение прямыми большими пальцами с отягощением. Всего производится десять движений в центре затылочной ямки. Девять, десять. Однократно. Следующий прием – надавливание по выльной линии. Место прикрепления трапециевидной мышцы к затылочной кости. Производится большими пальцами в пяти точках. Дважды. Три, четыре, пять. До сосцевидных отростков. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И далее. От затылочного бугра до точки байхуэй, двадцатой точки заднесрединного меридиана. Надавливание по семи точкам производится дважды. Большими пальцами с отягощением. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в точке байхуэй вибрация 10 секунд. Место предплечья выполняется в трех точках основаниями ладони, двойными движениями на прямых локтевых суставах корпусом. Раз, раз, два, два, три, три. Еще раз. Раз, два, три. Придание гибкости мышцам плеча с обеих сторон выполняется в двух точках, двухкратно. Раз, раз, два, два. Раз, раз, два, два. Далее фиксируем руки, располагая их в области плечевых суставов пациента. Затем устанавливаем коленные суставы в межлопаточную область и производим надапливание со смещением в шести точках дважды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем пальцы стоп устанавливаем на пол и производим восемь движений в области поясничного отдела. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И затем коленными суставами производим движения в области тридцатой точки меридиана желчного пузыря хуантиал в центре юридичных областей. Следующий прием. Мобилизация грудного и поясничного отделов в ротации. Укладка производится следующим образом. Нижняя рука под головой, верхняя рука отведена к сзади, нижняя нога выпрямлена, верхняя нога выпрямлена. Своими коленями массажист фиксирует, ощущает выпрямленность верхней ноги. Фиксируем правую руку в области гребня подвздошной кости. Производим движение против часовой стрелки, каждый раз усиливая ротацию таза. После преднапряжения производим вправление поясничного отдела. С другой стороны, прием производится аналогичным образом, только движение предплечья левой руки идет по часовой стрелке. Следующий прием. Мобилизация поясничного отдела позвоночника во флексии, взгибания и придание гибкости в передней группе мышц голени. Раз, два, три, четыре. Выполняется дважды. Затем фиксируем стопы. Следующий прием. Придание гибкости мышцам, приводящим бедро. Пружинение одновременно. Затем укладывается одно бедро, фиксируем предплечьем, другим бедром, работаем дважды. Разводим. В другую сторону укладку производим, работаем на левом бедре. Следующий прием. Вправление тазобедренного сустава слева. Укладка производится следующим образом. Правая рука под головой, левое плечо слегка завалено вперед. Сюда вот чуть-чуть. Так, хорошо. Фиксируем руками в замке нижнюю треть голени и предварительно производим валяние мышц бедра и голени. После этого производится преднапряжение и корпусом рыбочек. С другой стороны прием выполняется аналогичным образом. Следующий прием. Вправление тазобедренного и коленных суставов справа. Выполняется после четырех движений коленным суставом наружу. Три, четыре. Следующий прием. Подготовка к обработке мышц внутренней поверхности бедра. Одной рукой фиксируем гребень подвздошной кости. Другой слегка производим пружинение в области коленного сустава, определяя высоту колена. Под данную найденную высоту располагаем колени, свои колени. Обработка области прикрепления приводящих мышц к тазу производится прямым большим пальцем левой руки на правой ноге. Отягощение производим вторым третьим пальцем правой руки. В пределах сухожилия производится десять надавливаний однократно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Обработка приводящих мышц правого мебра. По трём линиям средней, медиальной и латеральной. Обработка производится большими пальцами с отягощением. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Силу производится обработка десяти точек по два раза. По каждой линии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Идеальная линия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Второй раз проводим. И затем латеральную линию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Обработка так называемой гусиной лапки. Мест прикрепления приводящих мышц бедра производится двумя большими пальцами с отягощением, спиралевидными надавливаниями. Всего восемь надавливаний. Пять, шесть, семь, восемь. Следующий прием. Валяние мышц бедра и придание гибкости мышцам голени. Производится десять раскачиваний. Следующий прием. Обработка подвздошно-большеберцового тракта большими пальцами сверху вниз. Производится десять надавливаний по ходу подвздошного тракта до коленного сустава. Прием выполняется дважды. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Мобилизация надколенника. Выполняется в четырех направлениях. Двойными движениями. Раз, 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 раз и раз, раз. Повторяем. Раз, 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 раз. Следующий прием. Обработка надавливания большеберцового тракта. Производится много большими пальцами сверху вниз. Всего осуществляется десять надавливаний со смещением. Дважды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Мобилизация круговых вращений в голеностопном суставе. Фиксируем одной рукой голень в нижней трети, прижимая к своему бедру. Другой рукой фиксируем большой палец стопы. И таким образом всю стопу. Производим движения кнаружи. Четыре движения. Три, четыре. Затем внутрь. Раз, два, три, четыре. Следующий прием. Вправление пальцев стопы. При жесткой фиксации левой рукой к своему бедру. Производим сгибание пальцев со смещением к себе. Следующий прием. Передание гибкости мышцам задней группы бедра и голени. И ахиловому сухожилию. Раз, 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 раз. Следующий прием. После этого осуществляется натяжение подошвенного апонемроза и ахилового сухожилия при помощи надавливания в области предплюсних фаланговых сочленений четырьмя пальцами. После этого производится поколачивание в области подошвы дистальными фаландами, сжатой в кулак правой руки массажиста. Пять ударов однократно. Обработка левой конечности производится аналогично с другой стороны. Следующий прием. Надавливание в области белой линии живота. Производится большими пальцами. Методом ковыряния. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять движений дважды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Обработка толстого кишечника. Производится аналогично первому приему. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Производится в десяти точках дважды. Два круга. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Волнообразное надавливание в области живота. Производится сверху вниз всего осуществляется пять движений до симфиза. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Пять волнообразных движений дважды. Следующий прием. Обработка тонкого кишечника. Выполняется плоской ладонью с отягощением другой рукой. Производится шесть круговых движений. В заключении обработки живота устанавливается рука над симфизом. Другой рукой отягощаем первую руку. Производится надавливание с вибрацией в течение десяти секунд. Следующий прием. Передание гибкости большой грудной мышцы и двуглавой мышцы плеча круговыми движениями. Всего производится шесть круговых движений. Дважды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующий прием. Придание гибкости большой грудной мышцы и широчайшей мышцы спины. А также трехглавая мышцы плеча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выполняется дважды в шести точках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующий прием. Обработка внутренней поверхности плеча. Большими пальцами с отягощением производится вначале по средней линии в шести точках однократно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем медиальный край в шести точках однократно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем латеральный край также в шести точках однократно. Два, три, четыре, пять, шесть. Следующий прием. Вправление локтевого сустава. Производится после круговых мобилизационных движений. Четыре в одну сторону и четыре в другую. Раз, два, три, четыре, три. Обработка мышц надавливаниями и разминаниями внутренней поверхности плеча. Проводится по средней линии шесть точек однократно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И медиального и латерального края. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Точек однократно. Латеральный край. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующий прием. Придание гибкости мышцам предплечья. Мобилизация костей предплечья. Производится шесть движений двукратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующий прием. Вправление лучезапясного сустава. Выполняется четырьмя пальцами. Следующий прием. Тыльный веер. Смещение пясных костей в тыльную сторону. Раз, два, три, четыре, четыре. Следующий прием. Вправление сустава пальцев рук. Выполняется начиная с большого пальца. Следующий прием. Ладонный веер. Пясные косточки проталкиваются в ладонную сторону. В ладонном направлении. И раз, два, три, четыре. Следующий прием. Акупрессура точек ладони. Производится большими пальцами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз повторяем. По второй и пятой пясной кости. Раз, два, три, четыре. Затем по третьей и четвертой пясным костям. Раз, два, три, четыре. Следующий прием. Надавливание в центре ладони в точке Лао Гун. Это восьмая точка меридиана Перикарта. Надавливание с вибрацией 10 секунд. Следующий прием. Обработка точки. Хэ-Ву, четвертая точка меридиана толстой кишки. Находится под центром второй пясной кости. В углублении. Глубина залегания точки сантиметр-полтора. Производится движение большим пальцем по ходу меридиана толстой кишки. Всего 10 движений. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Акупрессура. Точки 11 меридиана толстой кишки. Цюйчи. Расположено сантиметр кнаружи. От конца локтевой складки, уложенной под прямым углом локтевого суставчика. Движение производится большим пальцем, подушечкой. В направлении снизу вверх по ходу меридиана толстой кишки. Десять движений. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий прием. Вправление плечевого, локтевого и лучезапясного суставов. После пренагряжения небольшой трогочек. Широчайшие мышцы и лопатка. Обработка лопатки. Фиксируем одной рукой локтевой сустав, другой отжимаем широчайшую мышцу и лопатку. Затем рука укладывается в исходное положение. Другая рука обрабатывается аналогичным образом. Следующий прием. Тракция шейного отдела в разгибании. Производится через третий пальцы, которые подводятся выше седьмого шейного, над остистыми отростками. Выше шестого, выше пятого, выше четвертого. Следующим образом. Двойными движениями. Раз, 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 раз. Следующий прием. Мобилизация в сегменте С0, С1. И в конце небольшой рывок на себя. Следующая группа приемов. Обработка лица. Обычно выполняется через платочек. Первый прием. Поглаживание спинки носом. Пять движений. Раз, два, три, четыре, пять. Обработка. Ассообудные борозды. Раз, два, три, четыре, пять. Подбородочная борозда. Раз, два, три, четыре, пять. Надавливание на точки, расположенные по ходу брови. Большими пальчиками. Два, три, четыре, пять. И второй раз. Раз, два, три, четыре, пять. Обработка точки вне меридианной и метан в центре между бровями. Большими пальцами с отягощением вибрация 10 секунд. Затем обрабатываются точки задней срединного меридиана. Силой производится обработка в семи точках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дважды. Последний раз. Попадаем на точку 20-ю задней срединного меридиана. Точка Байхуэ. В ней производится надавливание с вибрацией в течение 10 секунд. Точки Тайяна производятся третьими пальцами спиралевидной надавливания. Всего 10 надавливаний в области этой точки. Надавливание на глазные яблоки выполняется тремя пальцами на каждый глаз. Медленными надавливаниями. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Всего 6 надавливаний. Раз, два, три. Воздействие. Следующий прием. Надавливание основаниями ладоней в области девятой вне меридианной точки Тайяна. Раз, 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 раз. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всего 10 надавливаний. Устанавливаем. Устанавливаем грудного и поясничного отдела в разгибании. Устанавливаем. Устанавливаются коленные суставы в поясничном отделе. Фиксируем плечевые суставы через подмышечные области. Производим движения. Производим движения на себя. Работаем круговыми движениями. Калининг. И коленнг. Восемь раз. Следующий прием. Справление плечевых суставов. Руки располагаются за спиной пациента. Довольно. Регулируем грудный отдел. Руками производим движения на себя. Разгибание грудного отдела. Руками производим движение на себя. Следующий прием. Придание гибкости большим грудным мышцам с обеих сторон. Один раз. Затем поднимаем через стороны и поднимаем несколько выше. Следующий прием придание гибкости плечевому поясу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можно произвести этот же прием из положения сидя. Тогда этот прием будет выглядеть следующим образом. Следующий прием мобилизация суставов плечевого пояса. Раз, 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 раз. Выполняется пять раз. Следующий прием обработка трапециевидной мышцы большими пальцами под углом из межлопаточной области к надплечья. Раз, 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 раз. Всего десять движений однократно. Следующий прием. Косвенный пневмомассаж области головы, позвоночника и надплечья. Выполняется двумя руками. Правое плечо, левое плечо. Дыхательное упражнение. Вдох. Раз, два, три. Выдох. На счет четыре, пять, шесть. Поддавливаю голову. Вдох. Смотрим вверх. Раз, два, три. Выдох. Смотрим вниз. Поддавливаю голову и животик. Четыре, пять, шесть. И последний раз. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Четыре, пять, шесть. На этом сеанс юмор-хотерапии оканчивается. Будем рады, если данный комплекс окажет вам помощь в вашей профессиональной практической работе. Продолжение следует... Надпись передman вверх. Продолжение следует... Продолжение следует...